За предыдущий теплый сезон удалось сделать многое. Высадить деревья, проложить велобеговую дорожку, сделать освещение. Помогла народная поддержка и, конечно, финансирование. Если в прошлом году на развитие парка выделили порядка 40 миллионов рублей, то в этом бюджет вырос до 100. Это, уверен, руководитель Краевого фонда имущества Владислав Вакаев позволит сделать новый рывок в реконструкции парка. Наша задача сейчас внутри парка развить хорошую комфортную сеть дорожек. В том числе есть мысль, желание реконструировать центральную аллею парка, сделать из нее такое современное общественное пространство, сдать ее под ключ с освещением, с лавочками и со всем остальным. На аллею потратить планируют порядка 20 миллионов. Как распределят остальные средства из 100 миллионов, пока сказать сложно. Точный перечень объектов и работ пока утверждается и станет детально известен позже. Известно, что появится больше полусотни новых скамеек и урн, спортивные тренажеры, беседки, детская площадка, а также долгожданная площадка для выгула собак. И не только это. И, возможно, лучшая новость, для кого изумрудный особо дорог, то, что сердце парка в этом году будет реанимировано. Речь, конечно же, о пруде. Эта бетонная чаша, сейчас заполненная снегом, летом начнет заполняться, наконец-то, снова водой. На пруд потратят порядка 15 миллионов. Увы, по словам Вакаева, полноценное преобразование водоема, включая озеленение островка, невозможно в полной мере, пока не решится вопрос с мостами. Дело в том, что когда-то они оказались в собственности одного из прежних арендаторов. По словам Вакаева, юристы сейчас выясняют, насколько это было законным. В целом, работу планируют начать в мае и к осени завершить. Кстати, 2021 год может стать настоящим парковым годом для Барнаула. Уже на днях пройдет первое рабочее совещание, касающееся парка юбилейного. Фонд имущества совместно с общественниками планирует создать совет по развитию и этого парка и наметить план работ. Такая схема помогла оживить Изумрудный, поэтому, возможно, позволит реанимировать еще один Барнаульский парк. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.